Всем привет, мои дорогие! С вами снова Таурус и Алексей. Да, только что мы закончили играть в пинбол, и теперь другая игра с шарами. Сегодня такой день шаров или шаровой день. И эта игрушка, Lunar Pool. Я мечтал просто в неё поиграть, потому что это одна из немногих игр, которые были у меня в детстве. Я уже многие игры прошёл, которые были в детстве, но Lunar Pool оставил на десерт, скажем так. В неё, конечно, интереснее играть вдвоём. Ты играл в эту игру в детстве? Да, играл. По-моему, как раз на 9999 играл. А, сборники? Да. Игрушка была выпущена в 1985 году некой компании Pony Incorporated. В общем, пони создали эту игру. Компания, знаешь, офис, заходишь в офис, и там все пони работают. За компьютером сидят. Да, как лошади работают. Да. Ну что, стартанём. Во-первых, это бильярд. Такой, которого вы не видите никогда в жизни, ни на какой больше консоли. Вот. Мы можем или один игрок, или два игрока, или с компьютером. Вот. Что в этой игре уникального? Здесь 60 разных столов самой фантастической формы. То есть, где такое ещё увидишь? И здесь есть... Это гравитация, получается? Или трение, да, фрикшн? Фрикшн, по-моему, трение. Трение. То есть, чем выше, тем будет хуже мяч катиться. Да, такая плотность стола, покрытие. Если мы поставим фрикшн 100, то мяч прокатится при самом сильном ударе, там, пару миллиметров и остановится. Если мы поставим фрикшн 0, то пока, как бы, инерция шаров не закончится или пока они не зайдут в лузу. То есть, бесконечно они могут кататься вообще по игре. Но вот 32 это по идее такой средний вариант, приближённый к реализму, наверное. А музыка там, музыка, да, поехали. Как я-то музыку помню. Мне реально 4 года было. Я приходил, на улице был дождь, я играл в эту игру, я помню это всё. Это так было круто. Так, а мне интересно, тут я могу бить без разницы, как это, допустим, в первую, в двойку, в тройку, в четвёрку. Походу, да. А, или нет. Нет, как раз по очереди, это американка, то есть, пул, я так думаю. И нужно бить по очереди, наверное. Так, ну если хочешь, я могу пожертвовать, скажем так, своей попыткой и проверить это. Попробуем? Ну, давай. Забил. А, всё в порядке, да? Значит, какие угодно можно валить в любом порядке. Я думал, что это в восьмёрка мы играем. Справа сверху как раз... Восьмёрка, где шесть шаров, восьмёрка. А, ну да, я что-то думал, что это будет восьмёрка, на самом деле. Восьмёрке 15, вообще-то. Фантастически, как 15? Восьмёрке 15 шаров. А, ну полоса, да, да, да. То в девятке 9 шаров, всё правильно. Да, я думаю, что девятка, всё, ошибся немножко. В десятке 10, в восьмёрке 15. Вот это, это вообще какая-то мини, не знаю, версия. Как-то ранг пятый. А, да, мы в эту игру-то не играли вообще ни разу. Мы сейчас всё только запустили, мы не тренировались. Хиста вслепую, ну как вслепую. Опа, у меня уже отняли один удар, смотри-ка. Да. Вот что мне не нравится в этой игре, действительно, что если мы не спаим с определённое количество ударов, то всё, гоплык, мы оба проиграем. Вот. Ещё в чём прикол, я могу заколотить все шары, не заколотить последний. Лёша заколотит последний, и он выиграет. По-моему, разве? Ну, мне кажется, да. Вот сейчас ты этот забьёшь, и несмотря на то, что ты меньше шаров забил, ты выиграешь. Ну, я просто жизнь получил, по-моему. Ну, значит, хвала тебе. Вот, здесь, в принципе, шар, стол тоже похож на обычные столы, но здесь подход к Лузе такой себе кривоватый какой-то, да? Слушай, ну это несправедливо, почему ты первый стартуешь? Сейчас все позабиваешь, у меня шанса не будет. Так, слушай, мне, наверное, может быть, вот так вот лучше сделать. Чтобы одним в другой? Выше только, потому что с шестым в пятый попадёшь. Ну, ладно. Брозно сказал. А я вот так сделал. Так, к сожалению, физика в этой игре, конечно, оставляет желать лучше. Лёша сейчас скажет, что он так и задумывал. Конечно. Когда играю в игре... Я дабл, я дабл, нет, это не дабл, это получается, я даже не знаю, как это... Вот портал, это Плант называется, да, Плант. Да. Когда ты забиваешь одним шаром в другом. Ты вообще любишь в снукере, это так, Плант там называется. Вживую вообще любишь играть? Вживую? Хотелось бы, но скажем так. У нас там, если только один клуб есть, надо же обучаться в него, обучаться, соответственно, в учебных таких центрах и нет. Ты конкретно про снукер говоришь? Нет, вообще. Про бильярда, в общем. Да. Ну, что он творит, а? Друзья, вы посмотрите. Комментатор расстроен. Хотя, ты знаешь, что это вот сложный удар. Мне кажется, резкий у тебя не будет достаточный. Да, может, дабл тогда попробовать. Такой трипл. Я же говорю, с максимальной силой ударишь, по-любому куда-то нам попадет. Можно попробовать тогда скоординировать угол вот так. О, это будет капец. Вообще, у нас с Лешей вот такие вот небольшие были сомнения насчет того, сколько все-таки играть в эту игру. Если здесь всего 60 шаров. Хорошо. Так, а мне что? Ага, нормально, неплохо. Сейчас проверим. Так, к сожалению, нужно тут наугад предполагать, как будет мяч. Какой угол, как повлиять. Вот так вот. Ладно, что ты мне конкурент будешь советовать. Не, наверное, плохо, да? Ты, ну, с таким ударом. А-а-а! Вот это подстава. Черт, ты что-то даже как-то не обратил внимания. Мне главное было нацелиться. А хорошо же нацелился, а? Твоё же девизнь. Да посмотри, какая подстава тебе, а? Вот. То есть были лично у меня тоже сомнения, будет ли это интересно смотреть вам, зрителям. А-а-а. Хорошо встал, отлично встал. Хотя... Так тебе потом в этот шар и играть. Не факт, может он как раз тебе останется последней. Хотя там единичка стоит. Я вижу. Я в пельярд вообще очень люблю играть. Мне бы классно было научиться, но сейчас на него как-то финансов нету. Вот. Да и хреново я играю, на самом деле. Так у меня... Если с кем-то из знакомых начинаю играть, то они предпочитают в русский играть, потому что они неплохо играют, вот. А в русском мне, конечно, вообще тяжело себя как-то проявлять. Но ты мне, конечно, круто все сделал. Вот, и не видно... Я тебе специально так... Ты называешь слово, ты говоришь. Да ёпрс! Слушай, мне кажется, что я сейчас просто проиграю и умру. Завтыкал немножко, сейчас в угол попадешь. А тут уже не знаешь, как его выбивать. Ну вот рассчитывай отскок. Отскок кис будет вот сейчас. Прямую, напрямую не проходит он. Да, не проходит, врежешься. Не знаю, если наугад бить вот так вот, ну кис будет. Опять же, хитбокс как бы у шаров квадрат, получается. Ну почти, ладно. Я имею в виду, что бьешь шары, а залетают по большему счету квадраты. Физика такова в этой игре. Слушай, а что делать? Если у нас не будет долго получаться, тогда, я думаю, можно будет просто перезапустить, ну и пропустить этот, скажем так, уровень. Давай другой попробуем. Я бы подвел, но, блин, просто тебе подставлюсь. Ну вот, видишь, подстава. Хотя, может быть, не такая и подстава. У меня просто последняя возможность, последний шар у меня остался, вот. Или я сейчас вот так вот сделаю, как в тот раз. Ну ладно. Ох ты, слушай. Ставлю 100 долларов. Давайте, принимаются ставки, тотализаторы. Ставлю 100 долларов, что Леша не попадет по-синему сейчас. 100 виртуальных долларов. А тебе никто такую ставку и не примет. Почему? Блин, ну слабый, слабый, слабый. Я же тебе сказал. А ты мне не повезешь. Ну, а что я отсюда бью опять? А то, что стандартная точка. Смотри и учись. Ну круто же было, круто. Блин, правда круто было. Ну, можешь подвести. Пока. Хорошо. Косовее. 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 А, так я могу бить еще, да? Да, ты можешь еще бить, у тебя последняя жизнь. У меня чувство, что я... Все, я победил. Вот точно такое же чувство у меня. Я добил, я выиграл. Game Over пишут. Ааа. Наверное, надо будет запустить, да, игру, чтобы новый уровень нам начать. А цена сама выскочит. Не, просто думаю, если ты сейчас выиграешь, тогда ты один продолжишь игру. Если ты, конечно, выиграешь вообще. Ну, давай, постарайся. Все-таки этот стол надо закончить. О, как рассчитала. Вообще, самые радушные надежды у меня были о том, что нам хватит 2 или 3 эпизода, чтобы пройти 60 уровней. Но сейчас мы проходим третье. Уже, наверное, минут 10-15 записи. Как-то у нас долго время пролетает. Ну, в принципе, мы сможем сейчас пройти часть уровней. Вот. Если вы в комментариях одобрите эту идею, тогда мы пройдем, поиграем и в остальные уровни. Красавчик. Мои тебе поздравления. Ну что, сливаться? Да, ты, я думаю, может перезапустишь и все. Игру. F2? Да. Так, это четвертый уровень. Та-ра-ра-ра-ра-м. Поехали. Два игрока ж не забудь поставить. И под конец, когда мы пройдемте 60 уровней, хотелось бы еще показать, как с трением играется. Во, такой себе приплюснутый стол, что-то с ним случилось, кто-то ногой с двух сторон так ударил. Начиная со второго, ой, с первого, как всегда, как положено. Хотя ты знаешь, я немножко вот сейчас дезинформировал свои информации о том, что вы больше нигде такого не найдете. У меня на Sony PlayStation был бильярд, в котором тоже были вот такие вот столы. Разной формы. Тем более там красивая трехмерная графика была, они такие стеклянные, уматные. И причем знаешь, кто? Ты там проходишь, на прохождение игра. Там разные враги с разной силой. Знаешь, кто финальный босс? Рони Усалева? Нет, Дьявол. Ты против Дьявола будешь играть. То есть там нереальные эти бильярдисты, вымышленные. Но игра такая, блин, трешовая, и вместе с тем это, наверное, был мой любимый, вообще, моя любимая игра из бильярда на Sony PlayStation. Хотя еще снукер был классный, снукер 2004. Нет, 2004-то на компьютере, по-моему, он был. Какой-то, по-моему, был снукер на PlayStation. Может и ошибаюсь, может и путаю. Так, ну я даже не знаю, дабл порвовать. Троечку, кстати, легко забить. Я бы забил, легко. Нет, мне кажется, промажешь. Ладно, все, я тянет. С метра, легко. Ты мой противник. Да. Ха-ха. Я вообще, знаешь, где сейчас бильярд играю? На Mail.ru иногда. Он у меня уже глаз подмел, там, когда помажешь, промажешь, когда нет. Знаешь, какие там, кстати, читерю против игроков? Когда слишком далеко шар находится, и непонятно, как по нему бить. Уп ты. Даже надо вот так закинуть. Короче, я линейку или лист бумаги прикладываю к экрану, чтобы, короче, точно попасть по шару. Ну, я имею в виду, чтобы отскок прочитать, как шар закатится в лузу. Так, ну хорошо, четвертый ты, допустим, забьешь, хотя я сомневаюсь на этот счет. А вот дальше? Блин! Не забьешь, не забьешь, промажешь, промажешь. Блин, забьет ведь. Забьет ведь. А я вот так вот сделаю. Блин, ну посмотри, ну что? Ты вспомнишь? Ты физику игры неправильно используешь. Z. Вообще, конечно, уже очень мало игр осталось, в которые я в тенте играл. Я имею в виду непройденных. Слушай, а вот тут вот уже будет сложновато, конечно. Здесь будет очень сложновато, но можно будет как-то подводить, я даже не знаю. Кстати, смотри, мы же на луне играем, да? Получается. Кратеры такие на розовой поверхности. На музыка, блин, такая родная, особенно в главном меню. Не, или вот это. Ты не представляешь, какие-то... Тут нет, видишь, тут нету крученых, ну как это, крученых там, вот знаешь, что-то... А не так получится. Сатка там тут нету. Блин, какой откат, это Dendy? Разве на Dendy был другой бильярд? И сайт Покет называется, самый классный бильярд, который я играл вообще на Dendy. Значит, наиграем. Потому что я о других бильярдах на Dendy вообще не слышал, честно говоря. А вообще бильярд... Да, вот теперь себе я такую подляну сделал хорошую. Да, ну не знаю. В принципе, куда бы ты сейчас не ударил, ты сейчас в лузу сам полетишь. Что-то у меня есть такое скромное впечатление. Так, мне надо бы как-нибудь... Блин, не могу... Отскок сейчас прямо в лузу будет. Да, ты прав. Я думал, отскочит по-другому немножко. Да, вот так вот надо было. Что-то типа такого. Кстати, что я помню, я все-таки играл в эту игру тоже на эмуляторах. Если поставить трение 0, вот черный шар будет вечно так крутиться. Это что-то белый шар, наверное, должен быть, по идее. И снова такая подстава. Да. Забьем свои камеры, а потом Шурина. Да. Конечно, воспоминания об этой игре просто фантастические. А-а-а! Не, не попадешь. Хотя, какая разница. Тут как-то не ударишь, ты попадешь в любом случае. Эта игра это позволяет. Давай-давай в лузу! Да что такое происходит? Не могу вообще. Ладно, хорошо. В пинболе ты проиграл. Тут можешь выигрывать. Да, тут я буду отрываться по полной. Черт, ну как-то я не привык к физике этой игры. Ну! Давай сейчас со всей силы ты ударишь, и черный шар у тебя закатится. Тоже давай-давай-давай-давай! Здорово. Специально накаркал, да? Конечно. Рейд-2. Рейд-2. А что такое Рейд-2, мне интересно? Вот там-то я делаю, я сам. Мне самому интересно, что значит Рейд-2. Во! Вот это легенький уровень. У меня есть сейчас, наверное, все шансы, чтобы я даже не дал Лёше возможность. А, вот хотя бы хорошо, что кто выигрывает, видишь, тот бьет. Ну, в поле так и есть. Так, плохо разбил, но ничего страшного. На самом деле, главное, просто очень сильно ударить, и залетит по-любому. Об этом можно не переживать. Какой-нибудь да залетит. Сейчас мне нужно сделать такой откат, чтобы троечку сцепить, потому что мне так кажется, что её будет очень трудно бить. А-а-а! А-а-а! Пока нормально. Вот по-любому сейчас я последний шар оставлю. Да, это будет тройка. Стоять! Ну что, попробуем. Мне кажется, надо вот так вот, чтобы главное мой шар, которым биток, стоял на месте. Всё, мне хана. Хотя, погоди, может быть, ещё не всё так плохо? Или всё плохо? Скажи мне, пожалуйста. Ну, а так я, наверное, если ударил. Да, в принципе, как не ударишь, он, мне кажется, по-моему, в лузу, если только вот так чуток сделать. Отскок, ну, вроде да, так нормально будет. Но дело в том, что биток может в лузу попасть. Нет, ненормально. Нет, нет, сказал, нет, сказал, нет, сказал, да! Ай, чёрт. Да, погоди ещё. Тут на самом деле всё не так и просто. Сейчас ударю или... Нормально. Ну что, гандикат беру, реванш. Седьмой уровень. Тоже, в принципе, кажется, что лёгенький должен быть, да? Такие два глаза. А вот как на теле окажется, это уже вопрос. Честно говоря, я чувствовал, что будет что-то такое. Тут надо, мне кажется, как-то слабенько бить. Вообще, бильярд, как я и сказал, один из моих любимых. Это вообще спорт считается? Или что это? Или просто игра? Спорт, конечно. Азартная. Спорт. В принципе, да, если есть шахматы, то же спорт. Да, у нас была с Лёшей идея из шахматы летсплейт. Но мы там как-то с ним одну партию сыграли и тупо молчали, думали. Да, никто ничего не соображал. Да. А чё, начнём так? Итак, мы используем сицилианскую защиту варианта Роберта там... Какого-нибудь. Эйзенштейна. Гамбит конём. И будем размышлять. О всяких бритскригах, миттл-шпиль, энд-шпиль, дебюты. Стоять. Ты посмотри, как рассчитана у меня всё. Ну что, у меня есть скромное впечатление, что я не забью. Ты его разделяешь? Хорошо. Ну что, пока неплохо. У меня рейд 8 уже. Оу. Посмотри, что лу здесь. А, тут и легко, насколько я помню. Думаешь? Да. Не знаю. Сейчас проверим. Мне кажется, я налажаю здесь. Мост-двойка уже налажил. Да погоди. Пока до неё очередь дойдёт. Дошла. Сейчас ударю, блин, сильно, и отскок будет неправильный. Ну что я сказал? Ладно. У тебя почти хорошая. Да, вот сила удара у тебя была немножко не то. Ну вот я и отскок лучше был. Ну семёрочку, допустим, забьёшь. Нет, не забьёшь. Или забил. Забил. Ты реально дружишь с движком этой игры. Потом останется мне ещё поиграть в «Черепашек-ниндзя 3». Дабл-дрэгон какая-то часть, точно не помню. Ух ты, какая уровень. Наверное, должен быть лёгенький, хотя чёрт его знает. Вот. Эксид-байк. Да и всё, походу, больше на «Дэнди 3». А, при чём? При чём? При чём-то «Черепашки 3» не понял. Не, я просто говорю, что у меня на «Дэнди» было. А начнём мы, конечно, серию с первой части. А ты её начнёшь. Так, первая на одного, да? Да. Ну там хорошо, там сели к нам хоть этапы выбирается. О, слушай, никакие секс-теты. Нет, секс-теты с храмом могут, конечно, пригодиться. О, четвёрочка тяжёлая. Но я тебе в одну сторону. А может быть, ты сам себе оставишь? Может быть. Читаем, я так и думал. Хотя, какая разница, слушай. Ага. Хотя, вот теперь тоже. Мамин. Я его сейчас подведу вот так вот. Подведу, ты мне его оставишь. Так, а если что-то есть прямо такое желание его забить? С отскоком. Нет. Забил, да не тот. Так, ты на самом деле всё правильно сделал, потому что... Короче, мне пофиг. Сейчас ударю просто вот так вот. Забил, всё. Мне пофиг. Хорошо. А дальше? Дальше надо смотреть, проходит ли так шар. Он-то проходит, и ты четвёртый даже забьёшься, я практически в этом уверен. Вот только сила удара должна быть маленькая. Слушай, ты вот так вот и бил? Да. Тогда надо вот так вот. Отскок будет, у меня же... Я же так отскочил как раз. А, так я тебя спросил, как ты бил. Ты слышишь, творится. Я думал, ты просто вот так вот и бил, на самом деле. Вот, а ну тут кое-как оно проходит, но... А мне кажется, всё равно захватит луза. Тут же физика такая. Тогда нужно как-то по-другому. Ой, красавец, просто ювелир. Лёша, ты ювелир. Ну, здесь более-менее такой простой столик без изысков каких-то особых. Но прикольно. Вот она простая. Думаю, где-то ещё три столика пройдём, и первый эпизод на этом закончим. Если же вы скажете, что хоррэ, заканчивайте играть в это. Тогда, наверное, может и не будет следующих эпизодов. А может и будет. Вообще, вариантов, конечно, многого, что можно ещё на двоих поиграть. Да и, в принципе, сколько таких спортивных игр существует. Сколько вариантов бильярда на разных консолях. Эх, сила удара не расшита, ладно. Да. А, ещё этот, сёркус, цирк у меня был в детстве. Вот. И в него тоже надо будет поиграть, и поиграем с Лёшей. Цирк? Цирк. В цирк что-то у меня прямо желание этого нету в цирка играть. Ну, ничего страшного. Так как нет, прикольная игруха. Она какая-то странная. У меня просто была многоигровка, на которой... Глядя, сапреста. Она казалась очень странной. Ну, тем не менее. Да нет! Вот нормально. Что ты так считаешь? Как сказать? Ты не в Тулу засубил, по-моему. Какая разница? Блин. Ну ладно, ничего. Неприятности эту мы переживём. Ох ты, ёбаре, СТ. Не пожалели. Ты уверен? По центру надо пить. Слабо-слабо и по центру. Не так. Между шарами имею в виду. Ну, ладно, как хочешь. Я думал, между шарами надо было ударить, чтобы они сразу два залетело. Ну да, халява. Сбор халявы. Это фарм, фарм. Шара в шаровой игре. Блин. Ну, у меня есть надежда, что ты сейчас так ударишь сильно. Обалдеть. Спасибо, Лёша. Спасибо, я тебе благодарил очень. Твою деятельность я на волчь закрати. А я наделся, что ты чуть-чуть это как бы... Ох, ёбаре, ты посмотри, что творится. чуть-чуть сильнее ударишь лица фантазия разработчиков хочу как-то вот плохо плохо таково ты сейчас просто гонишься на один край просто к сам потому что не сможешь вот и допустим как сейчас вот так что ты теперь будешь делать сомневаешься в моих способностях да смотри минус 2 сейчас мне главное ударить по центру чтобы мой шар потерял скорость вот как-то так походу вот это самый легкий уровень хотя не тот легче бы нет да извини за мой крик афигеть черт сделать вот так я заслужил как это глупо было скажи так на тринадцатом уровне на ра нельзя нам останавливаться число такое давай может 15 уровней пройдем и хватит да для начала тем более мне уходить уже надо будет так как-нибудь так попробуем я не пропадаю то и кажется от микрофона отсел даже не заметил этого иногда пропадаешь но сейчас пока нормально а надо же было ни один шар не запил зато свой забил может быть даже не самая легкая это луза этот стол не интересно на самом деле такие существуют бильярдные столы сомневаюсь нет хотя может быть а в трикшотах там я не знаю но все равно трикшоты обычном столе как правило выполняется это там где всякие трубки делают самочками с картами я помню то вам стал и вообще без луз а как это без луз интересно забивает шар и что-то ты играешь ли я я играю у вас по евро дизму это выглядит жестик сломался нет а там не на не обязательно шары там всякие приколы чтобы шары через что-то перепрыгивали как-то ну так они перепрыгивают и забиваться по идее должны может быть так а что тут делать мне интересно знаешь что действительно качество поиграть snooker 2004 года вот это вот игрушка на компьютер там графика достаточно прикольно и вообще ну как по мне игра классная блин даже не знаю что делать попробовать этот что ли как-нибудь скатить ребята среди вас вообще есть любители бильярда мастера какие-нибудь любители гонять шары так ты мне такую позицию ничего не залетела да да и бить тебе ничего на игре ничего не осталось жалко что здесь нельзя сделать snooker пути познаешь когда через шар один бьешь другой не имею ввиду что ты не пули зато есть jump удары ну да а в snooker они запрещены кстати блин эти хорошую позицию отдал snooker и запрещены jump удар это сразу автоматом вот мне лишь об этом рассказывал вообще первый раз про это слышал а чемпионат по пулу я кстати очень редко вижу обычно все только snooker snooker попса на ну нигде нету пула русского нигде нету и минус кипа включил он как же это свести спорни невести спорт россия по моему канал я у меня нету а ну да у вас у вас то нет а я ждал бои спортивные там спорт один есть канал вот ну евроспорт конечно же как те сейчас счастливый шар я и не из таких положений выбирался ну капец ладно хорошо как если суши мне кажется у меня нету жизни player 2 highscore когда ты ладно у меня highscore да я такой я побил не треугольник решает режешься только от борта может от низнего лучше будет не так я уже бил у меня отлетала вниз куда-то но не веришь ты моему опыту машу может сразу прекратить мучение да не я старайся давай все равно последний удар был и вы так ли снова куда улетел не не последний вот последний это жизнь последняя делится на три удара вот дешет кстати мы-то ничего не сказали одна жизнь считается до три удара как бы линейка такая здоровья вот если мы три удара ничего не сбиваю то тогда у нас как бы лишает жизни машина бомбил просвещала так слышишь пульс все мы его потеряли ну что 1 р пропустим этот уровень до все начнем следующий номер 14 да давай сейчас 14 открывай я хотела чего два уровня сейчас пройти потому что 15 как раз число такое знаешь на котором можно остановиться 14 до спускай вот надеюсь что эти два уровня ох ты проще паре на репы хотя отчет узнает но бортик здесь какое-то конечно но тут посложнее хоть чтоб я в центр ударила но по моему это уже никто мне кажется может и получится но в прошлый раз лучше было возможности наверно вот так вот ударил еще ты вообще говорил сейчас шары делают пластик пластик да он по моему по весу даже ничем не отличается от слоновой кости но в отличие от слоновой кости который когда может упасть он может шарик расколоться пластиковые шарики не раскалывается но пластиковые какие-то они такие массивные их накачали по ходу чем-то на пластик как-то и не особо похоже хотя может быть в местной нашей бельярдной там из слоновой кости на что-то я сомневаюсь она же дорогая ну конечно это слон и сколько там кости а хотя нет кости много конечно слоников жалко даже вообще похоже интересно запрещено или нет вообще убийство слонов ради этого или можно не больных умерших слонов использовать в коди варе наверно точно разрешено берег слоновой кости откуда такие познания ну футбол смотрю и там играть мечом и слоновой кости не ну коди вар вообще страна вот эта африканская там же типа на второе название ну типа сленговое такое берег слоновой а нет она точнее переводится берег слоновой кости у типа коди вар это французское произношение свое время просто в детстве часто футбол играл всякие симуляторы на playstation вот оттуда всякие страны там изучил и столица когда тоже там всякие журналы читал про футбол там все такое то есть развивающая такая спорт увлечение скажем так суши хорошо я тебе все сделал просто какая подстава тебе прям бей не хочу просто это вот у меня все в лозу летит только теперь мой шар почему-то так хорошо я попробую какую-то может другую так у знаешь что хочу по красоте получится но я уже пытался показать и не так надо было чуть правее да ну ё-моё стой стой хорошо у тебя лучше в отличие от меня потому что у меня постоянно залетал в лозу мне кажется единичка как-то может круто хотя черт и узнают может быть семерка залетела бы о хорошо ну хотя чего хорошего радость есть ты реально уже на одном языке с этой игрой общаешься нет если бы я реально с ней общался бы у меня бы до файлов не было вот например типа вот таких вот и в чем фейл а вот в чем файл так я первых знаешь как хочу вот так нацелиться вот так вот да а хотя нет здесь немного не точно вот так вот блин промажу же сейчас не нормально итак друзья последний уровень мы сейчас пройдем 15 о слушай мне-то джойстик напоминает кристаллины и по центру старт например так здесь как-то нужно аккуратно распоряжаться шарами одно неправильное движение например сейчас и все блин тяжело здесь будет мне кажется хотя может мне кажется я же сказал что мне кажется так что да мне кажется соскучился я уже по совместным летсплеем конечно же что ж такое даже пятерочка не упала да а так не все приходится бытовые будни кирби всякие там adventure island и мазары факера мазары факера давай единицу пробуй на 2 это я я я жду дочь это стоишь ну только у силу удара рассчитаю вот так вот тут фэйл мне не будет фэйлах нет будет да вот только эти как не у тебя может что-то и получится еще тут уже все равно кто выиграет у нас так командная скажем так будет опа конечно вот это подстава командная говорю зараза блин так у меня реально нет никаких возможностей вообще вот как-то вот так вот может ну ты слишком уж это сильно берешь ну надо чтоб минимум 4 осколка было ну посмотри а что ты тут ничего не сделаешь то такое положение мне кажется что-то конец игры просто будет для нас текст последний удар у меня два еще удара бол 0 но болото жизни ну ты сейчас пропустишь биток и уничтожишь и все многое изменилось конечно хотя ты знаешь может быть даже что-то и получится вот так вот давай или вот так на шестерочку ну да сейчас смотрю по гандам стайл ненормально сейчас нормально сейчас думаю получится не смотри если ты сейчас забил шар в лузу свой это все конец жизнь потеряна последние правильно или ну да обалдеть вот так вот у тебя все равно для жизни все равно стой он тут остановится да хорошо вот и не всегда пойму как но ну блин даже не знаю что делать может простому вот так напрямую дали чтоб она чтоб наверняка так хорошо ну что удар судьбы удар истины но куда ты от меня ушла моя пятерочка черт и что что сделаешь то только тихонько подкатывать больше ничего блин у меня так красава правда хороший удар для окончания первого эпизода этого летсплея ну что вот такой будет 16 уровень на этом мира будем заканчивать да слушая а что у тебя творится и не пойму с этим счетом счетом то же самое что у тебя у меня такого нету у тебя два шарика 3 черный какой-то вообще у тебя тоже шарик но у меня шарик этот мигает и там показывает кто сейчас бьет просто зеленый мигает это значит и бишь черный это тот кто не бьет она у тебя на счету три шарика он ну значит у меня просто круто все ты посмотри у меня просто модная такая у меня нолики заменяются шариками чтоб красиво выглядело и розовые такие как два глаза это стильно это мода нынче такая так что не удивляйся да ну что друзья спасибо за то что смотрели это все описывайте в комментариях ваше мнение стоит ли нам продолжать и все-таки закончить всем показать столы проиграть все столы и зависит от вас будем ли мы продолжать эту идею ты мне сейчас один анекдот напомнил рассказывай на мажорной ночь закончен ну что ты тут сидишь мебель трудовый грудь это деньги где мишка книжки где-то глазами вещи ну да ну ладно чудо играю я не имею право сейчас больше играть давай в общем тогда закругляться еще раз спасибо вам всем отписывайтесь свои комментарии но и увидимся в ближайшем с вами будущем пока пока